Приветствую друзья на канале! Сегодня видео тест сравнения двух радиостанций Baofeng UV-9 и Retevis RA-89. Сравнивать в первую очередь будем радиоприемники, так как очень много споров в интернете на тему радиоприемной части этих радиостанций. Одни утверждают, что они ничем не отличаются, а другие утверждают, что Retevis все-таки лучше, чем более старые модификации, к примеру, Baofeng. То есть здесь разные микросхемы используются и вроде как в Retevis должно быть лучше. Ну а есть третьи, которые кричат, что все это фигня и нужно покупать фирменные радиостанции только с супергетеродином. Но у меня мнение немного другое. строкие задачи. К примеру, я беру радиостанции для работы на судне. Там нет смысла покупать супергетеродин, переплачивать. Там вполне достаточно даже у такого Baofeng. Но тут батарея уже подустала, я решил обновить радиостанцию. За кадром я делал уже предварительно замеры. Результаты получились неоднозначные, поэтому я решил снять это видео, чтобы уже как бы снять этот вопрос. Все-таки есть отличия или нет в радиоприемниках этих двух радиостанций. В этом видео я не буду показывать подробный обзор элементов меню, как оно настраивается. Это не столь интересно. Кому это интересно, пожалуйста, берете инструкцию и изучаете, как здесь все настроить. Все подробно расписано на разных языках. Это видео будет про технические характеристики этой радиостанции. В первую очередь приемная часть. Тест сравнения с более старыми вариантами, как было раньше. Единственное, стоит показать версию прошивки этой радиостанции. 91.36 радиостанция куплена несколько дней назад, то есть это свежая станция, только вот недавно ее выпустили. В этой прошивке поменялись кнопки для раскрытия радиостанции на передачу, если вы хотите, чтобы она передавалась за пределами любительских диапазонов. И для того, чтобы ее раскрыть, нужно нажать вот эту нижнюю кнопку, кнопку 9, выключить питание, нажать удерживать кнопки и снова включить питание. После этого радиостанция раскроется на передачу и будет работать за пределами любительских диапазонов. Тесты начнем с проверки выходной мощности передатчика. Заявленная мощность 10 Вт. Аккумулятор я зарядил, свежезаряженный. Сейчас подключаю ваттметр и делаем замеры в разных режимах. Проводим замер мощности, диапазон 2 метра, частота 145 МГц и вторая шкала. И вот на частоте 145 МГц мощность выходная составляет 11 Вт. Так что на двухметровом диапазоне все соответствует заявленной мощности. Переходим на среднюю. Нажимаем передачу. На средней мощности выходная мощность 6 Вт в среднем режиме. Сейчас переключаюсь в 5 Вт диапазон и будет небольшой зашкал. Да, чуть больше 5 Вт, то есть 6 Вт выходная мощность. И переходим на пониженную, самую низкую. 145 МГц, пониженная мощность, 1,5 Вт на выходе. Теперь переходим в диапазон 70 сантиметров, частота 432 МГц. Пониженная мощность, low, самая низкая, 0,8 Вт. 1 Вт даже нет, не дотягивает. Переходим на среднюю, middle. В среднем режиме выходная мощность 3 Вт. Неплохо. И максимальная мощность в диапазоне 70 сантиметров чуть больше 5 Вт. Еще раз делаем замер. 6 Вт. Отлично. С передатчиком все понятно. Выходная мощность максимальная в диапазоне 2 метра составляет 11 Вт. В диапазоне 70 сантиметров 6 Вт, что неплохо. Некоторые в комментариях пишут, что мол это сильно много, это греет мозг, опасно и так далее. Ну какие проблемы, ставьте среднюю мощность и будет все в порядке. А максимальная прекрасно подходит для работы, к примеру, в автомобиле или на внешнюю антенну. Далее проверяем чувствительность приемников. Сперва Ретерис РА-89. Уровень минус 115 децибел. Шумоподавитель сейчас переключу самое нижнее положение. Шумоподавитель открывается при уровне минус 128 децибел. Это приблизительно 0,1 микровольта. С чувствительностью все в порядке. На частоте 432 МГц чувствительность получше. Здесь шумоподавитель оторвается при уровне минус 132 децибела. Теперь подключаю бауфинг. 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 Ретевис при том же уровне, Баофенг, Ретевис. Теперь то же самое 432 МГц. И вот на 432 МГц явно слышно, что чувствительность у Баофенга хуже. Еще раз. Продолжение следует... Ретевис при том же уровне. И на слух слышно, что у Баофенга чувствительность чуть-чуть хуже. Незначительно, конечно, но немножечко хуже. По замерам чувствительности, как вы видели сами, разницы большой нет. Ретевис немного выигрывает в диапазоне 70 см, в диапазоне 2 м. Радиоприемники по чувствительности абсолютно одинаковые. Теперь я хочу сделать тест, ради которого я и начал снимать это видео. Проверить динамический диапазон двух этих радиоприемников. Одни утверждают, что разницы между ними нет в этом плане, другие, что Ретевис выигрывает. Сейчас подам сигнал с двух генераторов. Один более слабый будет приходить с вот этого генератора для проверки приемников, а второй более мощный с NVT500. Смешивать я их буду вот такой вот штукой для измерения КСВ, такой мост и поддаваться на вход приемника будет два сигнала. Все замеры будем проводить на слух. Для измерения в децибелах нужны специальные приборы, но мне их нет, достаточно двух генераторов и на слух все будет уже понятно. Сейчас я все подключаю, загружаю и делаем замеры. Слабый сигнал подается с генератора для проверки радиоприемников, а мешающий с второго генератора с разницей 1 МГц, то есть здесь 145, а помеха у нас 146 МГц. И теперь увеличивая уровень на выходе вот этого генератора, вы услышите, как начинает ухудшаться прием на радиостанции. Сейчас на выходе этого генератора включено ослабление 50 децибел. Какая величина точная, это не столь важно, так как будет проводиться сравнение между одной радиостанцией и второй радиостанцией, то есть мы на вторую радиостанцию подадим такой же сигнал и вы будете слышать разницу в приеме. Значит 50 децибел, влияния никакого нет, вот я отключаю генератор, ничего не происходит, ослабление 40 децибел, чуть-чуть незначительно шумок появляется, но на прием особо это не влияет. Теперь ослабление 30 децибел, появился значительный шум, вот я его отключаю. 20 дБ, сейчас вот прием пропал полностью, то есть сигнал помехи 146 мГц полностью закрыл приемник и приема сейчас нет. Потом подключим вторую радиостанцию и сделаем те же самые манипуляции, посмотрим на каких уровнях там будет происходить вот такой вот прием. Теперь меняю частоту на 432 мГц, а помеха будет, ну допустим, 435 мГц, подан сигнал 432 мГц, ослабление 50 децибел с вот этого вот генератора и влияния никакого нет, то есть вот я включаю-выключаю, ничего не происходит, частота генератора второго 435 мГц. Теперь включаю ослабление 40 дБ, ослабление 40 децибел и вот появляется небольшой шумок. 30 дБ, появился вот значительный шум, ну по сути как и на двухметровом диапазоне, в принципе все то же самое. И даю ослабление 20 децибел и прием прекратился. По сути такие же характеристики как были и на двухметровом диапазоне. Теперь подключаем баофенг и делаем те же замеры с баофенгом. Подключен баофенг, подан сигнал с генератора, сейчас второй генератор отключен. Включаю ослабление 50 децибел и все, прием у нас пропал. То есть вот на двухметровом диапазоне прием пропадает практически сразу. То есть ни о каких 30 дБ даже речь не идет. То есть ослабление 50 децибел, малейшая помеха и баофенг затыкается. Здесь ретерис выигрывает. Сейчас отключу шумоподавитель, чтобы понять вообще что там происходит. Отключил полностью шумоподавитель на баофенге. При малейшем сигнале он перестает нормально работать. Отключаем помеху. Ослабление 40 децибел и вот уже пошел шум значительный. 30 децибел ослабление и прием практически пропадает. 50 децибел. Еще раз 50 децибел. 40 децибел. 30 децибел. 20 децибел. Приема нет, вообще. включаю шумоподавитель назад при включенном шумоподавители малейшая помеха и он перестает адекватно работать то есть вот ослабление 50 децибел и если включен шумодав то приема нет с диапазоном 2 метра все понятно переходим диапазон 432 мегагерца или 70 сантиметров те же самые условия частота 435 мегагерц ослабление 50 децибел пока работает ослабление 40 появился шумок кстати очень даже как похоже как и в ретевисе появился шумок такой же как и в ретевисе шумоподавитель пока работает 30 децибел все прием пропал шумоподавитель закрылся артевис в то же время еще принимал попробую опять открыть шумодав открыл полностью шумоподавитель и слышно что помеха больше 20 децибел все ослабление 20 дебе приема нет 30 децибел шум значительный 40 50 ретевис все-таки немного выигрывает перед баофенгом работа шумоподавителя баофенга некорректные следующий тест проверим избирательность по соседнему каналу подается два сигнала один 432 по нолям и 2 432 050 то есть разница 50 килогерц имитируем сигнал в соседнем канале это может быть если допустим две группы радиостанции работают где-то вблизи и может мешать одна группа другой значит сейчас включен аттенуатор 40 децибел дополнительно для того чтобы выровнять приблизительно уровни и посмотреть влияние значит одного канала на другой в одном приемнике и во втором приемнике первый будет у нас баофенг ув9 подан сигнал это основной сигнал 432 мегагерца и включаю сигнал помехи 432 050 включен аттенуатор 50 децибел но и здесь еще плюс 40 и уменьшаем значит разницы никакой и вот при ослаблении 30 децибел на нвт здесь появляется шуму то есть грубо говоря помеха в действии и не исключим 20 дебе все прием пропал сейчас подключаю второй приемник и делаем те же измерения подключаю ретевис шумок появился 30 деби ослабление ну практически точно так же как и в баофенге 20 децибел шумоподавитель открывается но уже приема нет но шумоподавитель хотя бы открывается в баофенге шумодат не открывается при этом уровне и 10 децибел пропал прием и давайте тот же тест сделаем на частоте 145 мегагерц 145 050 ослабление 50 децибел влияния нет 40 децибел влияния нет 30 влияния нет на ослабление 20 появился шуму и при ослаблении 10 деби с нвт 500 прием пропал разница 50 килогерц то есть если мы здесь сдвинемся на 50 килогерц мы будем слышать генератор 2 вот второй генератор мы слышим и те же условия с баофенгом ослабление 20 децибел ну и шум точно такой же по сути все очень похоже вот в этом тесте при помехе в соседнем канале избирательность по соседнему каналу все очень схоже результаты теста вы видели сами ртвис немного все-таки выигрывает перед баофенгом особенно когда помеха находится где-то далеко но в рамках диапазона то есть когда допустим помеха соседнем канале с разницей там 50 килогерц 25 килогерц разницы между приемниками практически нет но когда помеха разница 1 мегагерц на 2-х метровом диапазоне и допустим на 433 мегагерца то ртвис явно выигрывает динамики это было все видно сейчас я хочу проверить характеристики вот этой антенны которая в комплекте идет подключу я сейчас канализатору рек эксперт и сделаем замеры посмотрим где у нее резонанс указано что работает в участке 400 480 и 136 174 график ксв антенны перед вами видно два резонанса один в районе любительского двухметрового диапазона и второй в районе 70 сантиметров вот на любительском диапазоне немножко ниже но это все зависит от того как антенна расположена в пространстве то есть немножко двигаешь и она все двигается на 70 сантиметров приемлемый ксв начинается от 430 мегагерц и туда уже выше сейчас более крупно посмотрим более крупный резонанс антенны в районе двухметрового диапазона видно что все в принципе в пределах все нормально немножечко ниже по частоте но это все зависит от положения антенны в пространстве сейчас посмотрим 70 сантиметров график антенны на участке 420 480 мегагерц везде все приемлемо перекрывает и 70 сантиметров и выше то есть антенна в принципе работает неплохо следующее что хочется проверить это режим заряда аккумулятора есть мнение читал в комментариях что значит при заряде аккумулятора через вот этот вот разъем все в порядке а при заряде его через вот этот вот стакан аккумулятор перезаряжается сейчас я поставил на зарядку процесс заряда завершился буквально несколько минут назад измеряем напряжение в конце заряда и будет понятно что на аккумуляторах значит напряжение 8 и 4 вольта все в порядке как раз 42 вольта на элементе теперь я установлю этот аккумулятор стакан и продолжим режим заряда посмотрим при каком напряжении выключится процесс заряда так здесь пошел процесс заряда хотя напряжение уже нормальная немного я подожду и и сделаем замеры это конечно интересно если стакан действительно перезаряжает батарею так нет вот включился зеленый светодиод напряжение в конце заряда 9 вольт 9 вольт интересно включаем нет 8 и 4 вольта очевидно аккумулятор заряжается внутри контроллер переключает напряжение напрямую и вот эти вот 9 и 3 вольта приходят на выход батареи потому что банки не могут так резко опустить напряжение было 9 и тут же за секунду стало 8 и 4 такого быть не может что все нормально со стаканом не стоит переживать о том что он перезарядит батарею все нормально аккумулятор установил на станцию заходим проверяем напряжение на батарее интересно насколько точно показывает встроенный вольтметр напомню на батарее 8,4 вольта так здесь у нас показывается 8,5 одна десятая это погрешность ну в принципе нормально это можно учитывать и знать какие выводы можно сделать по итогу действительно приемник радиостанции ретевис немного лучше чем в баофенг по чувствительности по динамике так что более новые технологии работают лучше баофенг немного все-таки отстает по мощности действительно 10 ватт мощности все как положено на 70 сантиметров 6 ватт более чем достаточно так что отличная радиостанция я считаю это оптимальное соотношение цена-качество сравнивать супер гетеродинами да действительно все-таки там лучше но цена опять же там цена в несколько раз дороже поэтому вот такие вот решения очень даже неплохие при покупке радиостанции рекомендую сразу покупать вот такой шнурочек для программирования это упрощает процесс настройки радиостанции с компьютера все быстро и легко забиваете настраиваете если нужно поменяли перепрошили и все по зарядке вы видели сами все нормально заряжается в нормальных режимах как со стакана так и заднего вот этого вот разъема поэтому заряжайте как вам удобно мне допустим нравится что разъем type-c сейчас это универсальный разъем и фонарики и телефоны и радиостанции все им заряжается ссылки на софт для программирования радиостанции будут под видео в описании также оставлю ссылочку на продавца на алиэкспресс на официальный магазин я покупкой доволен возьму ее с собой на работу и проверю как она в работе неплохая радиостанция должно быть все в порядке всем кто смотрел это видео спасибо за просмотр пишите комментарии подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео подписывайтесь на канал и до with already w